Начинай! Тут беда. Книга открытым оком. Тема священства, том 19, вопрос 3306. Когда вы вошли после встречи с отцом Василием, то, наверное, было не меньше 20 отзывов. Нельзя ли попросить, чтобы братья и сестры поделились своими впечатлениями от этой встречи, которая мне лично не совсем понравилась? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Я в тот же день, 13 ноября 206 года, позвонил присутствовавшим на беседе и попытался в письменном виде оставить память о встрече. Кавычки открываются. Впечатление от встречи с отцом Василием скверное. На душе остался нехороший осадок. Что можно ожидать от его паства, если пастырь считает чуть ли не подвигом с его стороны увольнение кочегара старостой пьяницы, поставленного их епископом владыкой? И что это за владыка, если ставят в церкви пьяница в пиво? Ему что, больше нечем заниматься? Отец Василий считает, что рыба гниет с головы. И тут же утверждает, что он с этой гнилой головой владыкой заодно. И эта фраза должна прийти соблазном. Что он имел ввиду? Московскую патриархию. Согласно Писанию, Евангелие от Матфея 18.7 Горе миру от соблазнов. Ибо надо бы наприйти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. На вопрос, как вы пришли к Богу, он ответа так и не дал. Говорит, что с детства был верующим, а прошлое свое скрывает. Кое-как согласился записать разговор на диктофон. Боится. Кого? Владыку? Боится потерять работу места? Его бы страх, да его оглашенным прихожанам, чтобы боялись, что не допустят их до крещения. Не допустят? Так он в соседней деревне покрестится. И еще и требовать будет причастить его. Бардак одним словом. Но разрешил владыка крестить один раз в месяц с полным погружением. Так какая же его в том заслуга? Зато теперь он, владыка, хороший, свой. А дальше-то что? Тот кочегар староста, небось, тоже крещеный был. Решив крестить в полное погружение без должного научения, сделали еще хуже. Того обливанца, в кавычках, не в кавычках, цитата. Хоть можно напугать, что он не крещеный, а этому-то уже ничего и не надо. Закрыть крестилки? Владыке план, почему не крестишь? Так люди ж не знают ничего, Евангелие читать не заставишь. Ничего, благодать довершит. Опять обман. Не понравилось отцу Василию, что мы изучаем Библию. Надо бы, дескать, изучать Евангелие. А когда ему брат Игорь сказал, что Христос заповедовал Евангелие проповедовать и исследовать Писание, Библию, то отец Василий уперся, да еще, по-моему, и обиделся. Хотел уйти с матушкой, говорит, я всегда советуюсь с матушкой. Лучше бы вы, отец Василий, советовали с Библией. С тем, что говорит нам в ней Бог Иегова. А ему имя Бога Иегова не нравится. Не нравится, и все тут. Вот он, бедный, не знает, что делать. Стараемся потихоньку, говорит. Стараться отец Василий надо изо всех сил. А стараться, как должно, мешает страх перед владыкой. Откровение 21.8. Боязливых же и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серой. Говорит, десятину вести трудно. Ясное дело, разбегутся все, на что ему и жить тогда. Не понравилось ему, что в материале о крещении в самом начале стоит обличение священников в московской патриархии в неверии и корыстолюбии. Как раз эта приписка, названная вами ложкой дегтя в бочке меда по этому материалу, и говорит, что вы не можете ввести десятину. Говорит, что вы не верите Слову Божию и доказывает ваше корыстолюбие. Говорит, крещение у нас бесплатно. И тут же добавляет, пожертвуйте кто сколько может. Вы, отец Василий, научите их сначала жертвовать хотя бы, а уж потом и крестите. Прекрасно знает, какой у нас порядок. Читал наши книги и расписывается в своем бессилии. Что делать, что делать. И еще нас же и учит. Такое важное дело. И чему он затвать? О нем речь идет здесь, как было-то. Не речь, а не позже, вот начинает шататься. Микрофон выключите, Игнать Тиханч. Да, давай. И чему он за два часа нас научил? Все время с матушкой советоваться. Научил Галину Ивановну Кубайкину, что, мол, не надо делать того, чего не надо. И не придется просить прощения потом. Она у него прощения попросила после встречи. Видимо, за то, что хотела голос пастыря на диктофон написать. А что на это особое благословение надо брать? Она того секрета не знала. Тогда как же? Матфея 24,14. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей Вселенной. Во свидетельство всем народам. И тогда придется конец. Если не будет этих диктофонов, компьютеров, интернета. Тогда как же? Уж не вы ли со своей паствой, отец Василий, который даже прочитать не может Новый Завет, пойдете по домам проповедовать Евангелие? Или вы думаете, что они, сломя голову, к вам в храм прибегут? Нет. Надо работать. Вы, отец Василий, крестя людей, хоть и в полное погружение, но без должного научения, оглашения, допускаете еще более страшную ошибку. А может быть, вы просто лжете? Откровение 3,9. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, кто говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя. Господи, дай сил заблудшим священникам раскаяться в своем лже-крещении и приведи их на поклон к возлюбленным чадам твоим, которые любят слово твое, соблюдают его и проповедуют Евангелие по всему миру. 15 ноября 2006 год Пупков Сергей Павлович. Тонн 15, страница 82, его обращение. Так вот смотри, ты считал. Тут рядом написано Откровение 3,9. Почему ты не засчитал это? Почему прыгнул-то дальше? Непонятно мне. Потому что я раньше уже прочитал его Откровение 3,9. Зачем его два раза повторять? Он вначале сказал. Прямо скандал. Напарываешься везде и все. Считай по порядку все, а тебе хорошо будет. Ну зачем это оговариваться-то? Приспросили, я ответил. Плач Иеремии 4,4. Язык грудного младенца прилипает к гортани его от жажды. Дети просят хлеба и никто не подает им. Ефесянам 4,14. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Засохшие вербочки пылью покрылись. Хранились они на показ, на боженичке, в прихожей, на балке различные крылья, что в памяти нам остается в наличии. Без тела, без древа кусочек живого, без жизни к какой-то часть относилась, нам памятью можно тогдашнее трогать. Когда это целое жило красиво. Стою на обочине рядом со сленком. Неужто сам Бог на одежде воссел? Как жаль, не фиксируют это на пленке, а ныне и след затерялся совсем. Не следует сразу вещам доверять, тем более кланяться, будто святыни. А этих святынь за божничкою ряд, под слоем метро, столетнюю пылью. Но свежестью листья писания блещут. Перевернули ж святые листы, стоит истукан с разожженную печью. Тот жар, оказалось, еще не остыл. И львы продолжают несыто реветь, и рвут непокорных владыкам недобрым. Доносчиков подлых считают правей, и власть вознеслась королевскую куброй. Свежесть событий не тускнет в веках. В них входим построчно и постранично. Столетия будут лететь и мелькать, и мы с очевидцами встретимся лично. О чудное слово, святыня, святынь, чтоб было б, когда б от тебя не споткнулся. Гнева Божий пролился б звездою полынь, и кожный покров словно вербами вздулся. Святейшая мась, плюновение Христа, румянцем на теле младенческой кожи, нам книгу за книгой читая листать, и все, что засохло, окажется, Боже, 22 ноября 2006 год, Игнатий Лапкин. Я подумал, это Вера Кушнира писала. До конца, до последней строчки. Так, выключить надо. До свидания. До свидания. Продолжение следует...